Администрация АБИ ответит за разрушающиеся дома в микрорайоне ОПМС-19. Апской городской суд поддержал иск прокуратуры. Муниципальную власть, конкретно главу города, обвинили в бездействии. Жители уже утверждают, что бездействие заключалось не только в том, что дома не признавали аварийными. Если бы власти вовремя реагировали на сигналы о подтоплении, строение вообще не начали бы гнить. Итак, еще в январе 2017 года администрация АБИ после выводов в межведомственной комиссии издала постановление, согласно которому двухквартирники в микрорайоне ОПМС-19 были признаны подлежащими сносу. А в октябре того же года, посчитав, что эксперты сработали непрофессионально, глава исключил строение из реестра ветхого жилья. Администрация не могла отменить данное постановление, поскольку решение межведомственной комиссии может быть обжаловано только в судебном порядке. И только суд вправе признать его незаконным. Фемидов стала на сторону прокуратуры и признала администрацию главу виновными в бездействии. К этому времени дома в микрорайоне ОПМС-19 стали просто опасными для своих хозяев. В одном уже рухнул потолок. Просто у нас подмывает дома, эти грунтовые воды нас уже достали. Они везде вот, везде постоянно. Если, значит, там не оттачивают, значит, воду, значит, у нас вся вода в доме стоит. В администрации ОБИ признают, большая вода с большой долей вероятности могла стать причиной разрушения домов. Но уверяют, решить проблему подтопления на всей территории города одной только местной власти не по силам. Даже для того, чтобы осушить многострадальные пешеходные переходы под автодорогой Новосибирск-Аэропорт Толмачево, требуются десятки миллионов рублей. И говорить об этом, кстати, начали два года назад. В 2016 году, когда впервые было обращено внимание на затопление этих переходов, появилось понимание необходимости проведения гидрологического исследования. Стоимость такого исследования на 2016 год составляла не менее 50 миллионов рублей. Главное, что само по себе исследование, оно проблему не решит. Работы, которые будет необходимо выполнить по его результатам, могут составлять сотни и сотни миллионов рублей. На ситуацию влияет и строительство. То, что уже закончилось и то, что продолжается. Это площадка на улице Октябрьская. Невооруженным глазом видно, подняли ее на несколько метров. И она, естественно, поддавливает грунтовые воды. Наши вопросы застройщику вызвали у него странную реакцию. Смотрите, земельный участок государственный, стройка государственная, фабрика по расфасовке наркотиков. Заходите, будете первым клиентом, когда построим. Вы сейчас отдаете себе отчет, что отчетитесь с журналистом? Вы идите, пожалуйста, куда шли. Видимо, подумав, предприниматель все же решил с нами пообщаться. Вы задавайте, я буду отвечать. Когда вы получали разрешение на строительство здесь, были ли поставлены какие-то условия проведения гидрологической экспертизы? Конечно, конечно. Мы все это проводили, все предоставляли в администрацию. И специалисты, тип геоинженерных изысканий, пришли к выводу, что даже необходимо построить здание. И от железной дороги тоже рекомендовали отсыпать. Чтобы не происходило заболачивание почвы, а чтобы было конкретное русло. В администрации города заявили, доводы бизнесмена неправдоподобны. Стройка эта находится на особом контроле. Производя строительные работы, данный гражданин нарушил водоотток, засыпал пропускную трубу. И, соответственно, это очевидно влияет на состояние пешеходных переходов. По стороне администрации в отношении гражданина Симонова применялись меры в виде уставления претензий. Но данные претензии, к сожалению, остались без ответа. В связи с чем администрация вынуждена была обратиться к сысковым заявлениям в отношении Симонова. Винить во всех подтоплениях только одного застройщика, безусловно, неправильно. Проблема глобальная. Всказывается и положение АБИ по уровню города на 20 метров ниже соседнего Кочаневского района. Из-за жатости его многочисленными линейными направляющими. Железные и автодороги, взлетные полосы аэродрома создают искусственные желоба, по которым вода приходит и никуда не уходит. По большому счету в АБИ в пору объявляет режим чрезвычайной ситуации. Но областная КЧС делать этого не спешит. Как не спешит и отвечать на предложения местной администрации о выделении средств на проектирование и работы по понижению уровня ливневой канализации. Цена вопроса 25 миллионов. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.